Всем привет! С вами Громакина Илрославовна. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о так называемом деле врача. Кто не в курсе, по стране в последнее время прокатилась целая волна таких громких дел, связанных с медицинскими работниками. В частности, это Елена Миссюрина, например. Но перед тем, как мы перейдем к этой теме, я хотела бы рассказать немножко о другой. Это нашумевший танец ульяновских курсантов. Я совершенно случайно услышала про эту новость и буквально за один всего лишь день посмотрела очень много роликов, связанных с этой новостью. Если быть краткой, то ульяновские курсанты, это первый курс, это курсанты гражданской авиации, когда они не военные. Они записали такой молодежный видеоролик под старенькую песню Бенни Бенаси Сатисфакшн. Ну, это такой стёб, знаете, они были там в нижнем белье. Единственное, что они были вот в куражках. В куражках с эмблемой, видимо, авиации. Один из парней был с бананом. Кто смотрел ролик оригинальный, допустим, Бенни Бенаси, наверное, видели, что там актёры видеоролика, они совершают такие возвратно-поступательные движения. И молодые ребята сняли такую же пародию, наверное, на Сатисфакшн. И всё это попало в социальные сети в интернет. И тогда начался целый скандал. Стал вообще вопрос о том, чтобы их отчислить за этот ролик, как порочащий, значит, честь авиации. Вот. Но мне очень больше, что понравилось, это то, что после этого ролика по всей России прокатилась целая волна флешмоба. Снимались похожие ролики, причём снимали их люди разных профессий, разного возраста, от мала до велика, да, со всех уголков России. То есть это было не по какому-то сговору, люди ни одной специальности. Это россияне, такие же обычные ребята, причём в большом количестве, снимали эти ролики. И они выкладывали их под лозунгами, что в защиту ульяновских курсантов. Я смотрела в интернете, практически говорю, на одном дыхании, это было очень интересно, забавно так. Это были и МЧС России, и строители, и какие-то там стали литейный завод, конники, пловцы, стриптизёрши, молодые мамы, пенсионерки Санкт-Петербурга. То есть я что хочу сказать? Я хочу сказать, что сам вот этот факт, он сколыхнул общественность, пошёл резонанс, и даже представители власти на это отреагировали. Вот Жириновский записал обращение, как от кандидатов в президенты, что он просит перестать оказывать какие-то гонения на этих курсантов, ульяновских. Ну, парни санкцевали, молодцы, поощрять надо в таком ключе. И насколько я знаю, они учатся, никаких санкций примерно не было. Потому что это всё получило такой общественный резонанс, всё начало двигаться. Что касается, значит, дела врача. У меня вот до глубины как бы потряс такой случай с Еленой Миссюриной. Его вот уже очень долго так обмусаливали в интернете. Я, видимо, в определённые моменты бывают тяжёлые на раскачку. Я вот только сегодня прочитала несколько статей, связанных с этим поводом. Для тех, кто не знает, я вкратце расскажу. История такая. Значит, Елена Миссюрина – это врач-гематолог с хорошим стажем. Она провела молодому человеку, мужчине, операцию. Это была биопсия подвздошной кости. Причём у этого пациента было несколько заболеваний. Выставлено это сахарный диабет, рак предстательной железы, да, и лейкоз под вопросом. Вот чтобы его подтвердить, нужна была, требовалась биопсия подвздошной кости. Значит, Елена Миссюрина – врач со стажем, то есть это молодой, неопытный медик. Как она говорила, видимо, что в её практике уже было 8 тысяч, тысяч подобных операций. Просто даже, когда я вижу такую цифру, мне кажется, что врач, который провёл 8 тысяч таких операций, он, наверное, может сделать эту операцию практически с закрытыми глазами. Ну, это я, конечно, утрирую так, но тем не менее. Значит, она провела биопсию. Больной ушёл, дожидаться, да, как скажем, диагноза. И спустя 4 дня он умер. 4 дня! Вот. Потом, значит, дело длилось около года. Её обвинили в том, что он умер после биопсии. Вскрытие производилось в судебно-медицинской экспертизе, как я поняла, у которой даже не было лицензии на оказание этого вида медицинской деятельности, судебно-медицинский эксперт в заключении, видимо, написал, что была произведена не биопсия подвздошной кости, а прокол, видимо, в крестцовую область. И было задето, значит, крестцовое, растеряли множное, видимо, какое-то сплетение, и, значит, получили в итоге кровотечение, из-за которого больной умер. Елена Миссюрина нисколько не сомневалась в своей, видимо, адекватности, что она не могла перепутать подвздошную кость с крестцом, и когда оправдывалась, она, видимо, говорила, что сама игла, длина иглы, она не позволяет проколоть крестец, то есть это как бы, да, невозможно. И что даже если вдруг предположить, что такое могло получиться, она говорит, что данный больной бы тогда умер в течение часа, максимум двух, но никак не спустя четверо суток, да. А учитывая такие тяжелые сопутствующие диагнозы и отсутствие лицензии, судно-экспертизе, которое было очень неправильно, наверное, там поставить диагноз, потом никаких фотографий не было предоставлено в суде о ходе выполнения аутопсии, да, потому что я сама работала патологоанатомом, да, и могу сказать, что когда мне попадалась какая-то ядрогения, тогда еще телефонов не было хороших, но какой уж у меня был телефон, я всегда фотографировала, это патанатомия, это не судебно-медицинская экспертиза, а тут якобы ядрогения, и врача всегда же могут обвинить в этом, не было никак задокументировано, потом протокол вскрытия был задокументирован на бланке образца Советского Союза, да, СССР, и Елену Миссюрину, видимо, забрали прямо из зала суда, да, она была не готова к такому, она была, ожидала оправдательный приговор, но в крайнем случае, если бы уж что-то пошло не так, можно было предположить, что ей дадут условный какой-то срок, но никак не то, что дадут два года тюрьмы общего режима. Ну, это вообще, я считаю, это позор нашей какой-то законодательной власти, то есть, что получается, потом она просила тогда, чтобы произвели эксгумацию, чтобы можно было посмотреть, ну, действительно, если там есть прокол, да, кости, не той, да, это же легко можно проверить, ей отказали, ей отказали, и к чему я клонила, почему я вообще начала вот с этого, да, станции ульяновских курсантов, да к тому, что на танец, вот на такой, когда курсантов просто хотели отчислить, люди среагировали вообще хорошо, мне кажется, если бы не было такой реакции, флешмобы по всей стране, то их, скорее всего, отчислили с позором там. А вот здесь сейчас, да, вот в такой ситуации, в какой оказался гематолог со стажем, там, который просто поражает своей нелепостью, люди идут в медицину, скажем так, не особо охотно, потому что знают, что это низкая зарплата, это бесконечные всякие там ночные дежурства, когда ты не видишь ни семью, ни своих детей. Ну, конечно, это призвание, ты считаешь, что можешь помогать своим, там, помогать людям, там, плюс 100-500 к твоей карме, это, конечно, хорошо. Это неблагодарные пациенты, которые по всякому поводу и без повода будут жаловаться там в Минздрав, по всевозможной инстанции, да. Но сейчас речь стоит вообще о том, что ты можешь, извините, 8 лет сейчас нужно учиться, чтобы стать врачом. 6 лет это институт и 2 года интернатура. То есть, если ты будешь учиться меньше, ты не станешь врачом. 8 лет учиться, чтобы потом пойти работать и получить изменить, мне 2 года тюрьмы. Почему меня это так именно сегодня задело? Я увидела картинку в интернете, видимо, в Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты, там стоял мужчина с таким плакатом, было написано что-то типа «Поступил в мед, готовь сухарей пакет». Вообще, мне это, честно, возмутило до глубины души, потому что именно этот случай, он показывает, что это так и есть. Когда-то раньше, когда не было возможности диагностировать определенные заболевания, когда не было возможности лечения, и мы знали, что пациент в 100% случаях умрет, и вдруг его врач оказывал ему медицинскую помощь и спасал его, это, конечно, выглядело как чудо, чудо, это здорово, все, а врача смотрели как на Бога. Сейчас считают, что это обязанность, что он обязан спасти, что пациент не должен умереть ни при каких обстоятельствах, но это же не так. Вы пришли за медицинской помощью, вам ее оказали, вы получили в полном размере, но не помогло, да? И начинают обвинять врачей. Но уж извините, а здесь вообще, когда речь идет о том, что из-за биопсии, издушной кости больной, через 4 дня умер, да еще с такими тяжелыми патологиями, и врачей за это сажать, да даже если бы это была, я не знаю, врачебная ошибка от нее же. Все должны быть медики застрахованы, мне кажется. И общественность как-то, знаете, так она, не могу сказать, что она совсем молчит, да, но она как-то так, что-то там написали, тут, ну да, вот так не должно быть, но буду бедно, то все. Почему мы по всей России, не медики, да, тоже не организуем такой же флешмоб, как в пользу ульяновских курсантов? Почему мы тоже не выйдем? Такие же одиночные пикеты, каждый там, в каждом городе, в поддержку Елены Сюриной. То есть, чтобы это получило гораздо большую огласку, чтобы это получило гораздо больше резонанс, потому что складывается впечатление, что это какая-то целенаправленная программа, направленная против врачей. Ладно, у меня все. Всем пока. И удачи.